Любимый шут Путина. Пропагандист Дмитрий Губерниев на 10-м месяце войны сломался и пошел против официальной повестки Кремля. Чего у нас там, например, когда цена на нефть, скажем, падает, а цены на бензин растут? Агент пропаганды долгие годы разжигал ненависть между россиянами и украинцами. Работал и фактически работал на то, чтобы эта война началась. Русский язык – творец футбольного счастья Украины. Но когда Россия стала проигрывать на поле боя, уровень жизни из-за санкций упал, ведущий внезапно прозрел. Но сам Дмитрий скоро останется без работы. Ну вот там все наладится. Как? Возможно, у Дмитрия таки проснулась совесть? Или что тогда так возмутило известного пропагандиста? Смотрите прямо сейчас. Итак, внимание, друзья! Дмитрия Губерниева называют самым экспрессивным телеведущим и спортивным комментатором «Матч-арена». Преодолевай бегом! Вот этот подъем! Хотя на самом деле он просто хам. Перестали вы пить коньяк утром? Да или нет? В прямом эфире телеканала он неоднократно оскорблял французского биатлониста Мартена Фрукада. Мартен, ты свинья! Вот это можно сказать на всю страну! Называл фекалией голкипера Вячеслава Малафеева. На решающий матч у нас там говно ворот стоит. А на Олимпийских играх в Пекине оскорбил украинского спортсмена, обозвав его лузером. Ведь государство Украина сам губерниев считает провинцией России. Иногда, очень редко, когда спортсмены друг с другом что-то по-украински. Вопросов нет, молодцы, прекрасный язык. Никаких вопросов нет. Но я вижу тренеров, я вижу руководителей федерации, я вижу сервисменов, я вижу врачей-массажистов, я вижу девчонок, вижу ребят. Это язык, который использует эта команда, русский. Так называемый спортивный журналист, комментатор и телеведущий публично призывал к войне против Украины и поддерживал военное преступление России. Жители Донбасса в виде русского солдата говорят, наши пришли. Но сегодня и губерния в шоке, его поразили не от вовсе не убитые в буче украинцы, а цены в магазинах. Почему у нас там, например, когда цена на нефть, скажем, падает, а цены на бензин растут? Ну мы, конечно, знаем, почему это происходит, но все-таки, тем не менее, да? Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который там стоит 3 доллара в магазине, 800 рублей? Внимание, какой курс настоящий? Пропагандист требует у своих коллег прекратить рассказывать, как плохо на Западе и как отлично живется в России. Сейчас, когда мне рассказывают о том, как сильно подорожал бензин в США, как немцы или итальянцы там сгребают какое-нибудь там масло оливковое, да? Я хочу сказать, ребят, давайте мы уже наконец-то займемся собой. Дмитрий Губерниев прекрасно понимается. Спортом в Российской Федерации фактически покончено из-за войны страну агрессора. Исключили со всех соревнований. Сейчас мы пришли к тому, что кроме братских представителей Белоруссии, фактически больше никого нет. Вот сейчас, когда нам рассказывают, что приедет Китай, что приедут те или другие, мы должны отдавать себе отчет, что Китай не приедет. Потому что есть такое понятие, как вторичные санкции. Если приезжает человек на соревнования в Россию, он потом попадет в банк. Похоже, российский пропагандист прозрел, но не от жестокости кровавого режима, а от проблем. Но для таких, как он, все только начинается. Впереди поражение страны-агрессора, нищета и трибунал. Субтитры создавал DimaTorzok